1 октября официально закончилась каденция Агенса Столтенберга на посту генерального секретаря НАТО. Столтенберг стал рекордсменом по срокам пребывания в должности. Его избрали генсеком еще в 2014, когда Россия начала гибридную войну против Украины и скрытое военное вторжение в Крым и на Донбасс. За эти 10 лет Столтенберг смог изменить громоздкую и бюрократизированную военно-политическую машину, насколько это вообще возможно. Украинский вопрос привел НАТО в тонус до такой степени, до которой не смогла привести, к примеру, война в Сирии или Израиле. В момент, когда Столтенберг перестал быть генсеком Альянса, в эту должность официально вступил бывший нидерландский премьер Марк Рютте. Один другому передал пост в штаб-квартире организации в Брюсселе. Рютте и Столтенберг возложили венки погибшим на разных войнах солдатам. Ну а затем под аплодисменты всего персонала штаб-квартиры удалились в большой зал, где проходят официальные встречи послов, министров, ну и лидеров стран НАТО. Итак, Рютте. Сегодня его заявления, как минимум, не шокируют. НАТО будет поддерживать Украину. Украина должна победить. Украинский вопрос в приоритете политики НАТО. Но так ли очевидно, что эволюционных сдвигов политики НАТО по отношению к Украине не будет в будущем? Давайте разбираться в деталях. Когда Украина пыталась еще только получить статус кандидата в ЕС, то нидерланды вместе с Даней выступили против. Мол, не готова, не соответствует. Повторяли ту самую священную мантру про реформы. Но все же проголосовали. А вот еще раньше, в апреле 2016-го. Может, уже все забыли, но тогда в Нидерландах состоялся целый референдум, главным вопросом которого была ратификация правительством страны договора про ассоциацию между ЕС и Украиной. Тогда более 60% нидерландцев высказались против. А при явке в 32% правительство обязано было учесть волю своего народа. Но тут, как говорится, есть нюансы. Во-первых, внутренняя политика. Тогда, 8 лет назад, как показывают исследования, нидерландцы не голосовали против Украины, а голосовали против действий собственного правительства в ЕС. Украина просто стала заложником ситуации. В этом признали журналистам многие, кто пришел на референдум. Ну и второе. Как вы думаете, есть ли в организации того референдума российский след? В 2020-м стало известно, что лидер ультраправой партии «Форум за демократию» Тьере Боде признался, что контактировал с Владимиром Корниловым, идеологом русского мира в Украине и политтехнологом, близким к Путину. Боде обвинял тогда Украину, что она, мол, заполонила Нидерланды своими агентами влияния, пытаясь сорвать референдум и повлиять на его результаты. Когда политические оппоненты Боде потребовали от него доказательств, то он сказал, что эту информацию получал именно от Корнилова. Запутано? На то, очевидно, и был расчет. В российской прессе тогда много говорили о том, что Нидерланды против Украины и ее членства в Евросоюзе. Говорили настолько много, чтобы не было когда вспомнить о, например, сбитом Моинге малазийских авиалиний, на борту которого, я напомню, были в основном граждане Нидерландов и Австралии. Кстати, по поводу Боинга же тоже распространяли сплетни, что Нидерланды, мол, обвиняют во всем Украину. И небо, мол, не закрыло, и чуть ли не ракету по пассажирскому самолету запустило. Как мы все сегодня понимаем, сплетни эти были абсолютными фейками. Нидерланды обвинили в сбитии Боингом Москву, и это есть в официальных выводах следственной группы. Теперь давайте вернемся в современность. Уже 3 октября новоназначенный генсек НАТО Марк Рюте отправляется в свою первую заграничную командировку. И куда же он поехал? Конечно, в Киев. Теплый прием, объятия с Зеленскими и другими высокопоставленными лицами Украины, вой воздушных фирен и ракетные атаки России. Все, в принципе, традиционно, ничего необычного. Только на фоне того, что в России испытывают безудержную радость по поводу ИБЕС, что, мол, мировая пресса снизила градус оптимизма касательно исхода этой войны, и что, мол, идея переговоров и территориальных уступок все чаще витает в воздухе, Рюте говорит, что Украина должна победить. «Я здесь впервые в качестве генерального секретаря НАТО. И для меня также важно, что я приехал в Украину в начале своего мандата, чтобы предельно ясно заявить вам, народу Украины и всем, кто смотрит, что НАТО поддерживает Украину. Как новый генеральный секретарь НАТО, для меня это приоритет и привилегия – продвигать нашу поддержку». Рюте заявляет о том, что Украина имеет право на самозащиту. И дальше я снова хочу дать прямую цитату, чтобы не пересказывать. Смотрите сами. «Это право не заканчивается на границе, и Россия продолжает эту незаконную войну. И это означает, что удары по российским истребителям и ракетам до того, как они будут использованы против гражданской инфраструктуры Украины, могут помочь спасти жизни. Единственная страна здесь, которая перешла красную линию – это не Украина, а Россия, начавшая эту войну». «Право Украину на самозащиту не заканчивается на ее границе. Международное право на стороне Киева. А часом не о разрешении ли бить западными ракетами вглубь территории России сейчас идет речь. Почему важно услышать это именно от Рюте? Эксперты называют нового генсека НАТО строителем коалиции. Еще не будучи функционером Альянса, Рюте неоднократно лоббировал решения в НАТО, даже касательно своего собственного назначения, между прочим. Например, когда в прошлом году Рюте заявил, что хочет стать во главе Альянса, Турция и Венгрия, кто бы мог подумать, выступили тогда против. Но Эрдоган поддержал Рюте после личной встречи с ним в апреле 2024-го. Ну а Орбан, когда Рюте пообещал ему, что Венгрия не будет участвовать в операциях по Украине, ну и венгерские деньги, собственно, не пойдут на военную помощь Киеву. Это действительно мастерство пообещать возмущенным то, что у них, в принципе, и так есть. Но, как по мне, Рюте нужно охвалить за более ловкие политические хитрости. В 2018 году саммит НАТО проходил в Брюсселе, в квартире организации. Я был на том саммите, и поэтому могу вам в деталях рассказать о том, что тогда произошло. В Брюссель приехал тогдашний президент США Дональд Трамп и устроил настоящий разгром. Трамп требовал, чтобы страны-члены Альянса увеличили собственные расходы на оборонку до 4, а не 2% ВВП, что, мол, Америка кормит НАТО, ну а европейцы, мол, не доплачивают. Тогда Трамп публично грозил, что Штаты даже могут выйти из организации. В Москве тихонько потеряли руки, ну а Рюте тихонько всех переиграл. Чтобы вы понимали, увеличение расходов на оборонку не означает увеличение членских взносов в НАТО. Тогда, вымогая от союзников большего, Трамп сорвал встречу Альянса с Украиной и Грузией на полях того саммита. Трамп негодовал, что сделал Рюте. Он объяснил Трампу, что оборонные бюджеты уже и так увеличились, и что все это именно благодаря усилиям лично Дональда Трампа. По итогу Трамп заявил, что провел прекрасные два дня в Брюсселе, и что в НАТО был достигнут отличный, цитирую, прогресс. За это Рюте тогда и прозвали Шептуном Трампа. Ну а позже Трамп называл Рюте другом, а сам уже нынешний генсек призывал не порицать Трампа, а цитирую, работать с теми, кто на танцполе. 12 октября Украина вместе с союзниками собирается на очередной Рамштайн, и Рюте там тоже будет. Понимая его способности вести диалоги и договариваться, подозреваю, что великие шансы того, что разрешение на удары вглубь России западным оружием, все же удастся пролоббировать. Хотя прогнозировать, конечно, не берусь. До американских выборов в ноябре остались считанные недели, и как мы понимаем, в НАТО усердно готовились еще и к тому, что Дональд Трамп теоретически может вернуться в президентское кресло. И Рюте в кресле генерального секретаря организации выглядит очень даже логичным. Ведь слово американцев в весомо в альянсе, а Рюте уже демонстрировал способность это слово немножечко изменить. Но вы, конечно же, смотрите сами. Ну а сейчас отвлекитесь на секунду от всего, что вы делаете параллельно, и поставьте лайк этому видео, если смотрите программу в интернете, оставляйте свои мысли в комментариях, это правда важно. Ну а если поделитесь этим выпуском с друзьями или перепостите его в любимых пабликах, то это поможет донести правду до большего числа людей.